Протекает. Просто висит кнопочка. Смотрите, качество. Кроме отчетливого запаха, 24 этаж. Как вот это все принималось, если до сих пор ничего не сделано? Протоптанная дорога. И делали тяп-ляп. Вот здесь аквелон молодец. Начертили, выломали все вот эти кривые косые ламельки. А их здесь нет, но зато вы сами знаете, что есть. Вношения застройщика к людям никакого. Что ли, чтобы вода туда не шла? Ну, смотрите, как у нас ручка. Ручка двери прямо вот сюда заходит, в утеплитель. Нет ощущения нового дома. А вместо лючка у нас просто большая дырка. Ламелечек-то не хватает. Вот это чудо чудесное. Приняли мы ее в сентябре месяце, с открытой датой. Все в ржавчине. И вот здесь дырка, и вот здесь дырка. Здесь кроме мусора и травы с полей, все у них как-то не по-людски. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Русановской. 4 октября 2023 года Аквилон сдал свой Аквилон Скай. Сразу все три корпуса. И мы с вами внимательно посмотрим на объект. Во дворе жилого комплекса застройщик возводит детский садик на 180 мест. И окончание строительства декабря 2024 года. То есть можно полагать, что в 2025 году в его начале, если, конечно, застройщик сдаст этот объект, сюда пойдут дети. Обращаю внимание на торчащую арматуру, кривокосо, все в ржавчине, не видно строителей. Ну, понятно, стройплощадка тут грязь. Как-то здесь на данный момент все тихо. Ну, ладно, не будем на этом заострять внимание. Обойдем внимательно посмотрим жилой комплекс. Есть вот такое ограждение. Я никогда не понимал, для чего его такое строить, потому что это просто убожество. Отчего ограждать? Здесь кроме мусора и травы с полей больше ничего нет. Обратите внимание, какое количество здесь грязи. Все вот в такой, в песке, в каком-то земле, глине, наверное, и всем остальном. Потому что вот там ездят люди, где, да, поваленные знаки, паркуют свои автомобили, и эта грязь заносится вся сюда. Обращаю ваше внимание, что дом выполнен по монолитному строительству. Построен, вернее, класс энергоэффективности А. Это вентилируемый фасад. И вот здесь уже видно, как в новом доме падает вниз новая плитка. Вернее, друзья, уже упала. Обратите внимание. И за ней идет утеплитель. Утеплитель ничем не закрыт. И для меня, например, вот если бы мы жили бы на юге, у нас температура зимой была бы там плюс 5, плюс 10, то для нашего климата это было бы самое то. Но здесь, обратите внимание, вот прошел дождь. Видно, что большое количество влаги, оно попадает вовнутрь. И куда оно уходит, непонятно куда. Закрытый двор, озеленение. Я помню в рекламе застройщика, что это был двор-сад. На данный момент вот так выглядит входная группа. Здесь мы видим пешеходный проход, тротуарчик. Наверное, можно так это назвать. Криво-косо. Все реально криво-косо, друзья. Мы здесь видим, должно быть озеленение трава. Ее, понятно, здесь нет. Вот, не могу, какие-то палки валяются. Возможно, здесь есть семена, но я, честно говоря, что-то здесь не вижу их пока. Может быть, их где-то и насыпали, но они где-то под слоем земли. Это для тех, кто говорит, что все посеяно, оно просто через какое-то время выйдет. Ну, полагаю, 4 октября могло уже давно все выйти. Здесь мы видим ворота, что они вот просто, знаете, вот так, как даже, не знаю, слово подобра, просто вот там, в общем, оставлены. И если их открывать, то вот этот дерн весь будет снят, потому что они ниже уровня вот этого газона. Здесь аналогично, обратите внимание. Ну, не считая того, что все в грязи, то есть оно должно вот так открываться. А, здесь кирпичиком подперли. Молодцы. Дверь. Непонятно куда, ничего не подписано. Зато мы видим монтажную пену, которую почему-то застройщик решил не зачеканивать. Ну, видно, так все сделано по проекту. А здесь просто дырка. Ну, наверное, для вентиляции. А, и вот здесь дырка, и вот здесь дырка. Странно, что не прошлись везде пеной. Издалека вот этих держателей, называются клеймеры, их не видно. Но вблизи это все отчетливо видно. Также я обращаю внимание, что как классно сделано примыкание. Обратите внимание, вот туда влага точно не попадет. Вот видите, кирпичики уже отъезжают. А это у нас приямочек. Ну, здесь все в воде. Тут у нас амурские волны. И вот обратите внимание, о чем как раз я вам вначале говорил этого видео. Вот она, капли воды. Они все попадают вовнутрь. Но здесь у застройщика есть вот такая специальная планка, которая должна, в принципе, отводить эту воду. Главное, чтобы у нее был нормальный уклон. Надеюсь, что он нормальный вот в эту сторону, а не вовнутрь. Под балконом почему-то не хватило у застройщика отделочных материалов. Видим песок. Видим, что вот фрагмент вот этого элемента идет. И дальше он никуда не заходит. Но зато, видите, здесь видно сразу капельник есть. Вода туда точно не попадет. Видна гидроизоляция. Причем хорошая гидроизоляция. Надеюсь, смонтировали все хорошо. И в подвалах не будет стоять вода. Ну что, заходим в этот двор-парк. С левой стороны входные группы. С правой стороны забор со стройки. Забор внизу кривой косой. С озеленением понятно. Здесь, обращаю внимание, что на газонную траву это не похоже. Это похоже на траву, которая росла на колхозном поле. Тут два кустика. Тут четыре кустика. Все. Вот все озеленение. А, еще, извините, люк канализационный. Вот он, видите, торчит. То, что вот это первый подъезд. Можно увидеть вот по этой большой цифре. Когда подойдешь прямо. И вот по этой цифре. Почему вот здесь нигде не написали, я вот, честно говоря, не могу понять. Рядом с комплексом расположен Приневский. Конечно, когда смотришь на Приневский, ну, какая-то груз-печаль меня... Вообще, я сюда приезжаю, мне хватает груз-печаль. Могли бы такое классное место бы сделать. Но вместо этого почему-то сделали все вот так. У входных групп у нас есть скамейка, где посидеть. Под открытым небом. У нас есть урна, которая уже дала ржавчину. Первый этаж, он обычно у всех застройщиков показательный. Как правило, все стараются сделать все ровненько и красивенько. Но если обратить к примеру внимание наверх, вот видите, стыки плит. Здесь миллиметра 4, там уже 6-8. Вот там как-то железо подогнули. Ну, так, никакого герметика нет. Здесь одна, одно расстояние. Другое расстояние, наверное, зайдем вовнутрь и что-то увидим здесь. Но вот смотрите сюда, друзья. Вот как так. Почему вот такое везде расстояние? Почему вот здесь вот так все криво? Почему вот даже здесь не могут это все сделать? А здесь вообще плита вот сюда выходит. Почему даже вот плоскость не могли сделать? Здесь мы видим следы от влаги. Закрасить не смогли. Исправить, не знаю, исправили или нет. Какие-то там запчасти. И вот весь он такой фасад. Вот, смотрите. И плиты все влажные, все влаги. И они еще вот так ходят. Вот это вообще крепление. Такое ощущение, знаете, что оно то ли бракованное, то ли руки были не из того места, когда это все монтировали. Здесь тоже с плиткой так же. Вот, и все вот так по всему фасаду, друзья. Ну, почему это все так? Почему здесь нет никакого, к примеру, наконечника, такого уголка, чтобы все красиво закрыть, если вы не можете ровно подрезать? Ну, вот как так? Так, аквелон. Хотя, когда смотришь на проект аквелона, ну, все понятно. Здесь, конечно, не отмыли. Новый сданный дом здесь не отмыли. Здесь не хватило их. Вот просто земля, друзья. Вот это кусок бетона и какая-то грязь. Дверь закрыта. Здесь мы видим ржавые, просто ужасные, убогие трубы. Мне по-другому это не назвать. Все в ржавчине. Видно, в проекте была ржавчина, грязь и кривизна. О-о-о! Смотрите, какая красота. Это новый дом. 4 октября его только сдали. А уже... И здесь, смотрите, что-то с него текло. То ли здесь что-то пилили, смотрите. Все вот такое, знаете, как будто мелкая кирпичная пыль. Красавцы. Что сказать? Входная группа. Обращаю внимание, что вот это магнит, который, соответственно, прижимает дверь, чтобы ее было не открыть. И вот здесь, видите, чего-то не хватает. Какой-то планки защитной алюминиевой или из пластика. Заходим. Здесь очень узкий коридор, большое количество дверей. Вот эта дверь уже, обратите внимание, она вот и не закрывается. Смотрите. То есть ее лучше вообще не трогать. Это алюминиевая дверь. Соответственно, ее нужно уже демонтировать. И заменять. И если обратить внимание, вот если сюда будет выходить девушка или мужчина с коляской и ребенком, то вам придется отсюда выйти, потому что места просто нет. Здравствуйте. А здесь для удобства жильцов сделаны сразу почтовые ящики. То есть вы идете, а здесь тот открывает, почту вытаскивает. Конечно, это очень удобно и профессионально со стороны застройщика, потому что придется ждать, пока человек вытащит свою почту. У нас есть и дальше почтовые ящики, потому что здесь большое количество жильцов. Отойди, Матюш. Аквилон Скай, камера, сервис с заботой и ответственностью. Но этот сервис с заботой и ответственностью почему-то даже свою табличку не смог красивенько отмыть. Датчики на дымоудаление, пожарная сигнализация, и даже не хочется прикасаться к ним, потому что они все в грязище. Сама штукатурка смотрится неплохо, красиво, и даже практически смогли выкрасить вот эти углы более-менее. Но, если обратить внимание на сами лифты, здесь один грузопассажирский, который не отключен, два пассажирских. И вот мне сразу интересно, вот это что такое? Вы из автомата сюда стреляли, вы просто сверлили и не знаю для какой цели что-то хотели повесить сюда, но почему-то не смогли. Вот это у людей колясочные, потому что здесь значок колясочный. Обратите внимание, что это за колясочные. Это, знаете, можно каждому застройщику взять и просто повесить значок колясочный для почтовой ящики, потому что, в принципе, этим местом никто не пользуется, ну хотя бы можно хранить коляски, велосипеды и прочий инвентарь. А на потолке мы с вами видим ламели, криво-косо. Обратите внимание, как вы здесь видите, как сделали классное соединение. Просто красавчики. Вот эти лампы дневного освещения, это самая дешевая лампа. Вот эта длинная лампа, я ее себе покупал в квартиру, она там 110 рублей, если не ошибаюсь, стоит. Вот это чудо чудесное, это тепло-шумоизоляция на какие-то трубы. Почему это было не закрыть, не утопить в стенку, мне, честно, непонятно. Также у меня вопрос от застройщика. Вот вы сделали красивую штукатурку, а потом решили вот здесь откосики подмазать. И получилось вот так убогенько. А вот здесь красочка, и почему-то она осталась, и никто в новом доме не стер. А вот здесь, смотрите, друзья, вот это рассчитано по тому, что здесь будет что? Подоконник. Но здесь подоконника нет. А у нас здесь еще, друзья, один лифт, который я сразу не заметил. Первый этаж. Из этого подъезда можно пройти, выход есть на улицу, то есть он проходной. И вот здесь на выходе мы видим вот эти убожественные системы, которые, как правило, никогда ни у кого не работают. Потому что, чтобы вам подняться на свой первый этаж, нужно преодолеть ряд ступеней. Но это не проблема, если вы ходите на своих ногах, если вы не грудной ребенок в коляске. Потому что, кроме того, как затащить ребенка, сюда еще нужно затащить коляску. И это, конечно, вызывает неудобства. Попробуем. Естественно, все выключено. Каким-то образом нужно раскладывать. Непонятно, куда чего звонить. Но зато здесь можно, видите, обратить внимание, спрятать мусор и оставить большое количество грязи. Здесь у нас какая-то потайная дверь. Ох, как даже страшно. О, а это у нас... Что у нас здесь? У нас тепло, счетчики на тепло. Да, тут что-то так еле тепленько. И обратите внимание, если вниз, то здесь мы видим, что большое количество различного мусора. Так, а наверху что у нас? Эх, не видно. Темно. Но у меня есть специальный помощник. А здесь, смотрите, это все хорошо у застройщика. И ничего не отваливается, как у некоторых. А с этой стороны у нас, друзья, аналогичная ситуация. Вот так красиво выглядит потолок здесь. Вот так красиво потолок выглядит здесь. Камера, повернись. И обратите, обращаю ваше внимание, что ламельчик-то не хватает почему-то. Почему не хватает в доме, который сдали 4 октября, непонятно. Но зато вот здесь скотч висит, здесь висит все согласно проекту. Здесь тоже почему-то не хватает потолка. Защитные колпачки на противопожарных датчиках висят. Открыт электрощиток. Видно все для удобства проживающих. А вот это какой-то ноу-хау. Здесь оставили мусор. Какая-то непонятная привычка, либо так положено делать. А здесь к ручке привязали малярный скотч к звонку. Класс. Так. Уважаемые жильцы, в доме производится работа по запуску системы топления. Ну ничего себе. Первый этаж. Обращаю ваше внимание, что здесь, где стоит клапан, забрало, как я его называю, висит на одном анкере. Это по проекту. Конечно, конечно, правильно. Так и должно быть во всех проектах, наверное, аквилона. Здесь не хватает потолка. Это тоже, понимаешь, по проекту. И вот здесь мы обращаем внимание, друзья, что мы видим. Вот они, линии идут. В гофре электроэлектричество, или слаботочка тут. А здесь еще... А, да, вот он АППЗ идет. Здесь, скорее всего, электричное гофро потолще. Вот, видимо, тут к отверстии просверлились. Для чего вы свергите, если здесь ничего нет? О, как круто. Зато есть датчик на движение. Здесь мы видим вентиляцию, ничего не закрыто. Скорее всего, для того, чтобы мы все посмотреть смогли, как вы хорошо и красиво все сделали. Проходим с вами дальше. А вместо лючка у нас просто большая дырка. Но зато мы видим здесь сетку под штукатуркой. И чувствуется, как отсюда идет холодный воздух. Полагаю, из подвала. Но выглядит все это, к сожалению, не так, как это должно выглядеть в новом доме. Ну, раз дом сдали, соответственно, вот это все, я понимаю, должно быть по проекту. Потому что в новом доме не может сразу все сломаться. Как с новым автомобилем. Это очень редко бывает, когда ты выехал из салона, и у тебя резко сломался, к примеру, двигатель. И здесь, смотрите, как классно все заходит в квартиру. Какие здоровенные отверстия. Могли бы хотя бы пенкой для шумоизоляции запенить. Ну, ладно. И так пройдет. Жильцы третьей квартиры перебьются. Они же уже оплатили, а мы деньги с эскроу-счетов получили. Проходим в другой коридор. И здесь, обращаю внимание, друзья, здесь аналогичная ситуация. И мне непонятно, как так вообще можно было сдать дом. Изуродовать вот эти панели, весь потолок. Почему вот это вот так висит? Вы потом это проверяли? После сдачи у вас это вы не закрепили все потвали. Почему такой хаос? У меня нет ощущения, что это новый сданный дом. У меня есть ощущение, что, не знаю, на капремонт дом, наверное, отправили. Но раз дом сдали, соответственно, по пожарным дворам должны быть здесь пожарные рукава, краны и муфты. Открываем. И что мы здесь видим? Мы видим слаботочку. Ничего не закреплено. Вот он зумер, видите, красная лампочка. Она должна мерцать. Соответственно, мы понимаем, что возможно все работает, но она не мерцает. Поэтому пожарная сигнализация здесь просто отключена. Совет, пожалуйста, включись. Ну, где там датчик-то? Прикольно. Надо еще 100 метров пройти, чтобы это все включилось. Вот это, друзья, ваш дом. Ну, хотя бы есть кран, есть муфта. Ну, здесь... Ответа дик. Здесь, друзья, все аналогично. Цифра 1 нет. 24 этаж. Здесь мы видим, что-то делают с лифтами. И, друзья, как только поворачиваешь голову налево, видим стеклопакеты. Большое количество разного мусора. И мусора от людей забрало хотя бы... Ох ты, как здесь круто сделали. Смотрите, друзья. Смотрите к лифту, пожалуйста. Сразу видно, где идет провод. Вот так все и должно быть. Это в проекте, друзья. Это же дом сдан. Вот смотрите, знаете, мне почему-то ощущение, что здесь взорвалась граната, брали террористов. И она бахнула, и потолок весь вниз посыпался. Вот у меня ощущение такое. Нет ощущения нового дома. Вот здесь какая-то дырень. Знаете, кто-то сходил в магазин продуктовый, набрал фольги, помял ее и вот сюда прилепил. Вот это вот так сделано именно. Почему нельзя было сразу сделать, хорошо, непонятно. Тут стаканчики, битые стеклопакеты по гарантии видоменяют. Здесь мы видим ржавую систему отопления. Просто красота. А для чего здесь манометр? Почему это в подвале не стоит? Для чего это здесь смотреть? Ну вот, вид, конечно, к сожалению, просто какой-то удручающий. Выходим с вами на переходной балкон. И первое, что видим, из-за того, что застройщик сэкономил 10 рублей на ограничитель двери, ручка двери прямо вот сюда заходит, в утеплитель. Молодцы. Так и должно быть по проекту. Молодец, Эквилон. Ох ты, 24 этаж. Да, здесь, друзья, страшно находиться. Очень высоко. Видя качество строительства, так, Аквилон здесь достаточно страшно. Но зато открывается вид на кат, на другие, соответственно, корпуса. Ласточкино гнездо. Пожалуй, наверное, самое приятное, то, что здесь есть. Аквилон, конечно, смотрится издалека симпатичнее Приневского. Но что-то качество, конечно, не такое, как изначально, наверное, мы все полагали будет. Фу, какой-то здесь запах химозный. Смотрите, отсюда лактоцентры видны. Градильни видны. Промочка, которую никогда отсюда не уберут. Строительный городок. Здесь уже новые делают котлован под новый фундамент нового дома. Большое количество машин. Смотрите, друзья, сколько здесь их много. Потому что парковаться здесь просто негде. А паркинги застройщики хотят продавать по таким деньгам, по которым стоят новые автомобили. Заходим. Это у нас лестничный марш. Огромнейшие цифры 24. Ну, конечно же, вот такая классная, красивая труба с большими дырами, которые кто-то выбил непонятно для чего. Есть вот такие забитые грязью и цементом ступени. Ну, хотя бы, знаете, даже более-менее чисто, как это бывает. А здесь, если обратить внимание, а, это сверкнуло, показалось, нет, не видно улице. Здесь тоже количество грязи много. Друзья, здесь открыта дверь. Тут открыта дверь. Мы с вами можем выйти, посмотреть на убогую дверь. Все в ржавчине. Тут они неправильно все это смонтировали. Ну, строители иностранные, им видней. Ливневочка. Курочки, грязь. Сыра, но давайте залезем наверх. Посмотрим, что же здесь на кровле. Ну, вот на первый взгляд, ничего криминального здесь не вижу. Вижу только что мокрый бетон. Вот видите, вот слева, в середине, в центре кадра. И понимаю, раз он там мокрый, а сверху у нас металл, то, значит, все это протекает. А протечки, это всегда чревато какими-нибудь определенными последствиями. Ну, вот торчащие утеплители. Ой, воплотители. Вообще просто нет слов. Тут вот заглушка такая сверху должна стоять. Рамка специальная, красивая, чтобы было все равно. Ну, блядь, вообще. Я не понимаю, ну как так? Как так? Теперь внимательно смотрим. Вот он большой двор, вот он двор. Где двор-сад? Где? Одна елка, какие-то кустики полудохлые и все. Где этот сад, который вы обещали людям? Ну, кто-то скажет, да что ты все придираешься вот к этим стыкам. Да и так нормально, и так пойдет. Ну, конечно. Вам, может быть, и пойдет. А я, если за это деньги плачу, я хочу видеть все ровно. Обратите внимание, как подрезали. И как выше. Это нормально, вы так считаете? А вот это нормально в новом доме? Уже все, заметно. Выходим с вами, друзья, на межквартирный коридор. Где какие квартиры, непонятно. Вот я вижу 329. Самый дешевый звонок, который можно было купить. Поварочим голову налево. Электрощиток уже, знаете, такое ощущение, что здесь кто-то пытался выломать его просто отсюда. Здесь мы видим трещину уже на этом дешевом уголке пошла. Потому что он такой достаточно жиденький. Смотрим с вами на потолок. Обратите внимание, какой здесь потолок. Не хватает почему-то здесь деталей. И весь он кривой, косой. Поворачиваемся в сторонку и видим. Почему-то здесь они демонтировали забрало и не смогли его поставить обратно. Возникает большое количество, конечно, вопросов застройщику. Почему вот здесь на датчике нет крышки? Почему вот здесь не хватает потолка? Почему вот это вот так все сделано небрежно? Вот здесь, обратите внимание, если на дверь, видим, что вот здесь дверь, полотно двери, смотрите, ближе поднесу камеру, выпирает. Вот здесь оно уже заподлицо. И здесь снова выпирает. Что происходит? Почему так все криво и косо? Не дай бог пожар. Приехал МЧС и нужно им потушить его. Они открывают. И здесь должны быть пожарные рукава. А их нет. И все сгорит. Друзья, это ваша безопасность. Коридор не отмыт. Все в грязище. Ну, смотрите, как у нас ручка. О, нормальный новый дом. Все согласно проекту. И здесь у нас, ну, здесь тепло есть. Тут уже получше, чем на первом этаже. Ну, вот тоже, да. Вот, к примеру, металл торчит оголенный. То есть они почему-то не смогли это все закрыть. Хотя должны были это сделать. Да, странно, конечно. Коридор здесь, чтобы не казалось, что вы живете в общаге, разделили на две части. Так, что у нас тут? А тут-то у нас водички. Все в воде. Вода стояла вот прямо в этом углу. О, скотч остался. О, работает. Смотрите, красота, да? Во всех новостройках Эквилон вот такие дырки. Такое ощущение, знаете, что мыши прогрызли. И вот здесь то же самое. Здесь обратите внимание, коридор. И обратите внимание, что здесь на потолке. Я не понимаю, почему нельзя было взять и сделать все сразу хорошо. Как застройщик красиво все просверлил. Молодцы. Надо было взять просто отбойный молоток и просто сделать огромную дырень. Чего же вы парились-то? Чего такая маленькая-то для трех проводов? Надо было делать больше. Вот здесь мы видим, провода в гофру не заходят. Тут какая-то намотка, это слаботочка. Провода просто торчат. Это у 324-й квартиры. Степан, добрый день. Вы собственник и житель нового жилого комплекса Эквилонская, верно? Да. Когда вы приняли квартиру? Приняли мы ее в сентябре месяце, с открытой датой. В сентябре? Да. С открытой датой? Нам нужно было просто срочно заехать, нужно было съезжать. И застройщик вам, получается, в сентябре выдал ключи? Какого года? Этого года. Этого года. А сдали они его 4 октября? То есть, получается, вы заехали и начали пользоваться квартирой до получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию? Да, да, да. Что запрещено законом категорически? Знаю прекрасно, просто нужно было съезжать, снимать невозможно. Понятно, да. Вы такой один или у вас много? Много таких. Много таких. Понятно. Вот, друзья, это Эквилон. И это, кстати, уже не первый комплекс, где так делает Эквилон. Где людям выдают ключи, а на самом деле дом еще не сдан. Давайте, Степан, расскажите нам с того момента, когда вы позвонили или вам позвонил застройщик, что можно прийти и принять квартиру. Как это все было? Нам позвонили, мы приняли, у нас было два этапа приемки, черновая отделка и чистовая, потому что отделка была дозаказана. В 10 марта мы одни из первых пришли принимать черновую отделку. У вас застройщик пригласил? Пригласил, да, прием черновой отделки. 10 марта? Да. Какого года? 2023. Это для того, чтобы быстрее они начали делать отделку, чтобы мы вовремя заехали. То есть, получается, на чистовую отделку у них отдельный договор с другой компанией, да? Да. Мы приняли квартиру с замечаниями, в итоге устраняли замечания, делали отделку, а не до сентября месяца. В сентябре позвонили, сказали, если примете, если подпишете акт с открытой датой, выдадим вам ключи. Вот в этот момент уже тут во все шумел ремонт, люди делали ремонт, завозили материалы. То есть, вы такой были не один? Не один, нас много было. Ну, естественно, вам предложили, вот, естественно, приняли, чтобы быстрее съехать в съемную квартиру. Ну, конечно, конечно, сколько можно платить и ипотеку, и съемную квартиру, потому что должны это были сдать 31 марта. В прошлом году? Да, в 23-го. В 23-м году? В 23-го года, да. То есть, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, то есть, они, получается, на 7 месяцев сдержали сдачу? Да. Вот, по поводу неустойок и всех делов, застройщик говорит, не наша вина, платить ничего не будем. Ну, понятно, это уже суд решит. Ну, то есть, на добру не идет, да, будем все идти в суд, потому что многие уже подали в суд, мы еще только отправили претензию, будем тоже подавать в суд. Отношения застройщика к людям никакого. Прорабы, которые подрядчики, отлично относятся, все исправляют, все, что им говоришь, просишь, они все делают, всегда придут, всегда помогут. Обращаешься к застройщику, справить замечания, а вы что, сам не можете сделать? А, так говорят он, да? Да, 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 ну, что вы подкрутите, подделайте, а за что я вообще деньги заплатил? Говорю, что вы прикалываетесь? За что, за пятилетнюю гарантию на новый дом? Да, клапаны индивидуальной вентиляции, у нас все дуют в квартире, я попросил исправить. Ой, а людей нету? Так, кивы с улицы, которые вы имеете? Да, 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 да. Ой, говорит, а у нас уже людей нету. Говорят, ну, мы их порекомендуем, говорит, убрать их, зашпаклевать просто дырки там. И все. Прикольно. А для чего тогда вы это делали? Я не знаю, для чего они это делали, то есть, они отказываются практически вообще на любой диалог. Общаются свысока, не хотят, не слышат ничего. Управляющая компания, которая заехала, в принципе, пока неплохо себя проявляет. Она от застройщика или это какая-то? Она от застройщика, и мы боялись, что эти все замечания будут шатко-валко вообще делаться. Но придя в управляющую компанию, говоря, что у меня вот такая проблема, управляющий нашего дома сам поднялся ко мне, говорит, так, давай сейчас все сделаем. Он посмотрел, да, дуются, ставили акт, отправили претензию застройщику в письменном виде. Второй раз здесь купили бы квартиру у Аквилона? Именно у Аквилона не знаю пока. Сейчас еще заедем, когда посмотрим, ну, до конца точнее, когда уже тут более-менее все разумится. Обживемся. Посмотрим. В этом районе, в принципе, я бы взял квартиру, потому что ценник по сравнению в городе недорогой. Ну, за счет цены. За счет цены, конечно, да. Ну, и в принципе район, да, конечно, улочки узкие, но сейчас вот Русановскую расширяют, посмотрим, как оно будет. Что здесь со школами, с детскими садами в районе? Ужас. Они переполнены или их нет? Переполнены. Я приходил в новую школу, вот у меня двое детей, один младший, второй старший. Младшего взяли в сад из-за инвалидности, потому что в ней очередники идем, старшего в школу не взяли. Потому что то, что новая школа есть, там 8 классов в параллеле. Но после того, как Владимир Владимирович приехал на Алмаз-Антей, девушка ему сказала, что в Дневском районе не хватает школ, садов. Ну, что он в новостях был, он повернулся к нашему беглову и сказал, говорит, а мне докладывают, что 100%, говорит, все обеспечены. Здравствуйте. Яшина Ирина, инженер-конструктор. Сейчас выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Садик не всегда дает место ребенку в этом возрасте. Есть ли возможность продлить выплаты до трех лет в случае отсутствия места в детском саду? А вы где живете? В каком районе города? Я живу в Ласточкином гнезде, Невский район. А в Невском районе? Ну, и вам не удается ребенку определить в детский сад? Мой ребенок пошел в детский сад в два с половиной года. Ну, пошел. Да, пошел. Вот, Александр Митич, я почему спрашиваю, потому что Александр Митич докладывает, что в городе Петербурге 100% удовлетворение всех желающих отдать своих детей в дошкольные учреждения. На следующий день начали строить школу Русановская 15, по-моему, если не ошибаюсь, адреса, или Русановская 9. Детсад сразу начали строить. Сразу здесь садик начал строиться. За садиком там у Приневского стала тоже школа строиться. В общем, сразу строительство пошло. Какие еще здесь есть недостатки, кроме того, что вы уже перечислили? Пробки. А вы сейчас слышали отзыв от жителя, который принял квартиру в не сданном доме. Это, знаете, друзья, для меня, конечно, жесть, потому что в законе прямо запрещено передавать квартиры жильцам до того момента, когда застройщик получит разрешение на вот в эксплуатацию. И, к сожалению, это уже не первый объект от Аквиллона, которым людям выдают заранее ключи. Аналогичная ситуация была и в Приморском районе. На эту тему есть видео. Ссылку оставил в описании под этим видео. Печально, что людям приходится за то, что застройщик несвоевременно сдал, соответственно, комплекс в эксплуатацию, подавать суды за неустойку. Если вам нужна, кстати, помощь с получением неустойки, пишите. Дам хорошего юриста. Вот так выглядит двор от застройщика. Выглядит все, конечно, не так красиво, как хотелось бы. Вот это какое-то, знаете, озеленение практически нет. То есть вот эту траву, которую посадили или выросла здесь за определенное время, вот эти кусты или это деревья, такие недодеревья. Здесь, обратите внимание, все на шлепке бетона, прямо сверху все окрасили. Вот такой, знаете, такой марафет, грубо говоря, навели. А вот это демпферная лента. Вот здесь мы видим уже все в ржавчине. Это вот какая-то отделка части колонны от лоджий. То ли, чтобы вода туда не шла, то ли еще что-то. Честно, вообще непонятно, почему это все вот так работает. Почему это так сделано? И здесь, обратите внимание, вот получается, видите, вот такие вмятинки. Здесь собирается влага, а потом куда она течет, непонятно. Тем более вот здесь мы видим, есть такая заглушечка. Она уже просто отвалилась, возможно, от времени. Что, естественно, не очень-то приятно. Здесь большое количество мусора, какие-то провода. Но я понимаю, что это еще не жильцы. Это еще все осталось от стройки. Здесь какой-то провод висит. Надеюсь, что он не под напряжением. Фасады не отмыты, стекла не отмыты, алюминиевые конструкции не отмыты. Еще здесь обращаю внимание из нюансов. Но мало того, что уже фасад кривой, косой, вы уже это поняли. Обратите внимание просто, как рисует застройщик и как он это делает. Смотрите, вот на линию руки. Как это, как так все можно было сделать. А здесь такая большая трещина. Скорее всего, это было в проекте, раз дом-то сдан. Здесь, обращаю внимание, вот смотрите, здесь идет сплошное остекление. Вот они, алюминиевые направляющие до самого верха, до 24 этажа. И, соответственно, если есть влага, она собирается течет вниз. И она будет течь вот здесь. Вот уже следы от нее видны. Чуть-чуть бы вот сюда загнули бы вот этот алюминий в сторону. Хотя бы она капала бы вот сюда, а не лилось бы все на этот, друзья, фасад. Так, тут у нас, похоже, какие-то коммерческие помещения. Ну, спасибо, что хотя бы здесь сделан не асфальт, а бурчатка. Она смотрится прикольнее. Ну, тут такое ощущение, что вот-вот и бурчаточка вниз начнет уходить, как у некоторых застройщиков сделано с отмостка. Ну, здесь подрезка тоже оставляет желать лучшего. Можно сделать все ровно и красиво, но почему-то руки не доходят. Тоже вот первый... А, это первый этаж, это не подъезд, друзья. А здесь, обращаю внимание, смотрите, как сделан. Отлив амурские волны, просто дырки. Как так? А вот здесь, видите, вот эти прямоугольные отверстия? Это отвод воды. И сверху должны быть такие капельники. А их нет. А почему нет? Значит, нет в проекте. Вот, смотрите, здесь какой стык, какой здесь стык, какой здесь стык. Почему все вот так? Честно говоря, непонятно. Система домофонии работает в тестовом режиме. Проход осуществляется с помощью пароля. О! Это для всех, друзья. То есть мы с вами понимаем, что это новый дом, который застройщик сдал 4 октября 2023 года, а должен был сдать и весной прошлого года. То есть задержка на 7 месяцев. И до сих пор домофон работает в тестовом режиме. Это как так? Это же новый дом. Это же не бушный дом, где ее только смонтировали. А все же сдано. Соответственно, приходил ли из гостроенадзора, и все проверяли, или должны были проверять. По мне очень странно. Или они проверяли, все было классно и работало, а потом резко после сдачи сломалось. И теперь доступ по паролю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прямо над головой квартиры от 1 до 230. Аквилон Скай. Здравствуйте. Здесь, обратите внимание, плиточки у них не хватило. Здесь мы видим бетон полу или стяжка полуразрушенная. Видим металлическую сетку. Все как в проекте. Наверное, все разломали люди. Поворачиваем голову, и здесь видим слаботочку. Какие-то трубы идут в подвал. То ли это для полива, то ли еще для чего-то. Чтобы выйти. Есть вот такая сенсорная кнопка. Вот от нее провода. И вот смотрите, как это все сделано у застройщика. У меня сразу вопрос. Как вообще такое могли принять? Как такое могли принять? Здесь, соответственно, у нас для пожаротушения должны быть пожарные рукава. А их здесь нет. Но зато вы сами знаете, что есть в этой бутылке за желтая жидкость. Соответственно, здесь обратите внимание, друзья, что для пожарной сигнализации тоже ничего не сделано. Вот они, оголенные провода. Вот он сверху короб. И все. Молодцы. Красавчики. Что ж тут нужно сказать? Это аквелон. Зато красивая вывеска. Входная группа этого же подъезда с другой стороны. Смотрите, что здесь такое? Они повесили шнурочек, и на нем, наверное, что-то висело. Здесь трещина, потому что когда монтировали, не смогли нормально отпилить. Вот видно как раз. Видите, здесь они сверлили, либо пилили. И вот она. Раз. Трещина. Здесь трещина. Ну, здесь, естественно, есть пароль. Двери открыты. Доводчики, соответственно, не работают, потому что так и нужно. Здесь табличка от водоканала, должны быть данные, которых здесь нет. Но главное повесить табличку. Фасад смотрится просто убого, потому что он кривой, косой, и ничего не отмыто. Заходим. Здесь хотя бы, смотрите, вот они смогли порожек этот сделать. Плитка треснула, потому что качество такое. Бордюрчик. Обратите внимание, приклеили, клей торчит. Почему было не сделать красиво? Непонятно. Здесь у нас уже трещина. А здесь мы видим слаботочек. То есть, знаете, вот это что говорит, друзья? Вот это говорит для меня о том, что после того, как были сделаны штукатурные работы, после того, как они сделали вот декоративную штукатурку, они вспомнили, что все-таки им, оказывается, нужно по проекту сделать пожарную сигнализацию в этом прекрасном жилом комплексе. И вот, они когда штробили, вот смотрите, вот сетка даже вся прорезана, потому что это сделали потом. Вот это для меня говорит о качестве и подходе застройщику вообще к строительству. И вот здесь заходим, смотрим на потолок и ужасаемся. Кто-то украл, наверное, из жильцов, возможно, все вот эти кривые косые ламельки, с которых даже защитную пленочку почему-то не смогли снять. Лифтовой холл, три лифта, два груза пассажирские, один пассажирский, переговорное устройство для сотрудников МЧС, такой пластиковый, ничего себе. Тут у нас... А, вот, значит, что колясочная нету. Украли, скорее всего. И аналогичная ситуация. Здесь, смотрите, вот они, пластины, то есть окна закреплены на пластины. Молодцы. Но здесь они даже ничего не закрыли, не сделали. То есть вот так все оставили. И вот у меня сразу вопрос, госкомиссия, как вы это все принимали? Так мало того, что принимали, так еще вот здесь. Почему плитка до конца не доходит? Это что такое? Не хватило? Почему это все так? Почему вот такие убогие трубы здесь, покрытая тепло-шумоизоляция, ничем не закрыты? Блин, ну это 90-е годы, друзья. Это просто какой-то трешняк. Реальный трешняк. Минус первый этаж. Лифт расположен вот так. Это отец Ген-2. Каким-то образом они еще успели их приобрести. Наверное, купили 100 лет назад. Здесь на... Все, Кавелон Скай. Зеркало, все, ничего. Блин, на полу просто какой-то трендит. Знаете, вот здесь даже не хочется к чему-то прислониться, чтобы, не дай бог, не испачкаться. Кнопки просто все зафоршмачены и замусолены. И вот я нажал на минус первый этаж, а он едет на самый верх. Ну, давайте хотя бы тогда доедем до 24-го. Значит, соответственно, мы с вами понимаем, что на минус первый этаж лифт не идет. И очень странно. Очень хочется попасть в подвал и посмотреть, что же там натворил застройщик. Вернее, извините, настроил. 24-й этаж. Открываются двери. Здравствуйте. И что мы здесь видим с вами? А то же самое, что мы и видели в других подъездах этого застройщика. Вот они, плиты, которые сняли с потолка. Вот она, друзья, слаботочка. Где здесь что подключено? А ничего здесь нет. Зато видно, что проштробили-то они потом, а замазать не успели. Мусор, грязь. И вот это новый сданный дом. Ну, хотя бы установили дешевой ограничитель китайский, купленный, наверное, в Леруа. Молодцы. Выходим. Никаких указателей, где какая находится квартира. 226, 227 и так далее. Да, вид, конечно, честно, совсем не казистый. Хотя можно было сделать и намного все красивее. Но я не понимаю, почему они это не сделали. Обратите внимание на потолок. Как вам? Вот эти амурские волны. Почему так? Где датчик? Датчика нет. Почему это вот так торчит? Почему это не закреплено? Идешь дальше. Ох ты. А здесь куска потолка нет. А здесь просто забыли что-то сделать. Видите, начертили, выломали. Знаете, такое ощущение, что кувалдой пару раз стреснули и забыли. Тарарарам. Ну, все в лучших традициях. Никаких тебе пожарных рукавов. Никаких тебе датчиков. Кстати, где стоит датчик, там должен быть специальный значок, чтобы знали, где нажать кнопочку. Здесь этого нет. А вот он, пуск пожаротушения. Как его запустить, если он не работает? Гори все синим пламенем, да? Эквилон. Идем по коридору. Здесь аналогично. Ну, дальше не пойду. Здесь достаточно темно. Но вот есть бутылка с желтой жидкостью. Строители оставили вам, жильцам, на долгую память. С разрешения собственника квартиры мы с вами посмотрим, друзья, однокомнатную квартиру. И здесь классная планировка. А она, друзья, на две стороны. Сюда выходят окна. И сюда выходят окна. Из плюсов. Здесь большая прихожая. Нормальное количество места. Автомат. Все группы подписаны. Автоматы АЕК. 63 А, С40, С16, С10, С25, С16 и С10. Это те, кто просил меня это называть. Здесь мы с вами видим большую ванную. Видим гидроизоляцию. Видим акустика. А, гидроизоляция акустика. Понятно. Я уже думал, ничего себе они тут. Ну, слушайте, ну здесь все нормально сделано. Вообще тут не придрапся. В квартире все хорошо. И муфты противопожарные нормально поставлены. Цементная штукатурочка. И из самых из плюсов, что коммуникация только вот здесь в одном месте. А везде остальные, обратите внимание, это нормальный прямоугольник. Из нюансов. Вот здесь не хватает нарученного куска стены. Потому что, когда вы будете монтировать вам дверь, то вот сюда станет наличник. А сюда придется либо его подрезать, либо наращивать. Но эта монолитная несущая стена, ее трогать нельзя. И вот эта стена почему-то сделана вот под таким большим углом. То есть видно у них опалубкой пошло что-то не так. И сразу не исправили. Это жилая комната. Здесь большие широкие окна, большое количество света. Есть кивы, вот они внизу. Здесь стоит фильтр, и отсюда должен идти свежий воздух. Клапаны индивидуальной вентиляции у нас все дуют в квартире. Я попросил исправить. Ой, а людей нету. Кивы с улицы, которые вы имеете? Да, да, да. Ой, говорит, а у нас уже людей нету. Говорит, ну мы их порекомендуем, говорит, убрать их, зашпаклевать просто дырки там. И все. Прикольно. Открываем окошечко. Видим всем знакомый комплекс. Это здесь первые жильцы многоэтажки, которые здесь жили. Парковочка внизу видна. Ну давайте выйдем с вами, посмотрим кухню. А вот здесь тоже, да, вот почему было сразу кирпичико весь эту грязь не убрать. Нечто говоря, непонятно. Кстати, закрывается и сразу пропадает шум. Идем дальше. И здесь у нас с вами кухня с выходом на лоджию. Слушайте, кухня большая, места достаточно. Выходы розетки под плиту. Здесь дополнительно установлены розетки. Вот так у нас сделана вентиляция, друзья. Обращаю ваше внимание, смотрите, как классно. Опаньки. Зато можно заглянуть в камеру и посмотреть, а что же там прячет застройщик. Я не вижу, потому что высоко. А вы напишите в комментариях, чтобы я тоже знал, что же там такое. Широкая дверь из плюсов. Сразу обращаю внимание, вот здесь аквелон молодец. Здесь у нас сплошное остекление. Нет никаких вот перекладин, как это часто делают, которые части вот этого остекления скрывают. И, соответственно, света здесь будет меньше. Из минусов вот такой высоченный порожек. Почему было все не делать практически вровень, честно, непонятно. Ну, ладно, это уже минус, это уже неважно, такие моменты. Здесь у нас алюминиевое остекление. Держится крепко. Вот здесь под низом либо воздух, либо там утеплитель. Это надо скрывать, смотреть, потому что вот они, полозья, на которых держится вся вот эта алюминиевая система. То есть она на расстоянии от монолита. То есть если будете разговаривать, не делюсь, что вас будут слышать соседи. И возникает иногда места, что вот это протекает. Но вот здесь, по крайней мере, протечек никаких не видно. Отсюда мы видим промку, отсюда мы видим кат. Видим, как классно они панели смонтировали, какое везде ровное расстояние. Ну, в принципе, больше здесь смотреть нечего. При помощи моего электронного друга давайте измерим высоту потолка от стяжки. 2 метра 75 сантиметров. По пожарным нормам, при выходе из любых помещений здесь должна быть табличка «Выход». И когда, не дай бог, случится ЧП, она должна светиться, чтобы вы видели, куда выходить. Здесь мы видим большое количество отверстий, но таблички почему-то здесь нет. Наверное, так в проекте. А выхожу на переходной балкон, и сразу вспомнилась мне песня группы кино Виктора Цоя. Вместо стекла – зелень огня. А здесь у нас, друзья, вместо стекла – черная штука. Выходим в стандартный переходной балкон. А это у нас кусочек арголита. И вот здесь, смотрите, как и в том подъезде, то же самое. Вон, видите, утеплитель уже замет. Кранты этому утеплителю. Кранты этой отделки. Смотрите, как все красивенько. А дом уже приняли. И вот мне интересно. Сюда вообще госкомиссия поднималась? Они вообще это все смотрели? Или как действительно пишут подписчики, что они принимают по фотографиям? Вот у меня большой вопрос. Здесь мы видим ржавчину. Но она же не могла там за месяц появиться. Она же понятна, что уже давно. Почему не подкрасить? Почему не сделать? Хотя бы перед госкомиссией. Да, здесь, конечно, с аквелоном страшно, чтобы это ничего нигде не обвалилось. Здесь сегодня дождик. Видно, что вот все такое. Водички. Церковь. Куча здесь грязи. А, видите, вот то, что говорило, как раз желез. Вот он дорогу расширяет. Да, здесь, конечно, давно пора с этим уже сделать. Просто вот по этой дороге все люди идут вот туда, туда, туда. И пошли, пошли, пошли к набережной. Вот он туда уходит. Ну, давайте посмотрим, что же у нас на... Вон, 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 видите, смотрите, все ржавчине. Все. Чтобы не говорили, что это одно место. Криво, косо, ничего не отмыто. Но зато 24 этаж. Тут тоже какая-то грязища. Здесь, кстати, она здесь... Смотрите, друзья, там у нас труба была. Видно, они ее закрыли, когда поливали штукатуркой стены. А здесь забыли. И есть ограничитель двери, недорогой. Не отмытые ступени. Вот здесь, смотрите. Ну-ка, на камеру. О, вот она. Видите, друзья, это видна улица. То есть, понимаете, когда будет... Уже начался сезон отопления, и, соответственно, тепло поднимается наверх, и уходит вот туда. Здорово, что вот здесь такая сделана дырка, чтобы обязательно туда, не дай бог, кто-то попал. О, здесь тоже открыто. И здесь тоже большое количество грязи. И здесь тоже можно подняться наверх и посмотреть, а что же у нас здесь на этой кровле. Так. Но здесь у нас есть мусор, причем большое количество мусора. Здесь мусор, то ли это специально придавили, чтобы, не дай бог, ветром не унесло. А на вентиляторах у нас уже ржавчина. Ай-яй-яй. Как так? Как так? Здесь, смотрите, отмечали какой-то уже праздник. И непонятно, то ли застройщик с дачу со строителями, то ли это уже сюда какие-то дети вылезали. Система громоотвода могли бы вот эти штуки пластиковые ровно поставить, чтобы все было. Но хотя бы в отличие от других застройщиков, есть сетки, чтобы грязь не попадала в систему ливневки. Ну, в принципе, так вроде все неплохо, в отличие от других. И вот вниз выглядит вот так. А здесь из нюанса, вот кусочек они такие кровли прилепили. А вот здесь вот, видите, где синее, там осталась штукатурка клей верней и сеткой. Через какое-то время, не удивлюсь, что будет проходить, и начнет это все приходить негодность. Ну и видно, что здесь больше ржавчины, здесь никто вообще не запаривался, и делали тяп-ляп. Походу сюда никто не поднимается. Так вот открываю дверь, чтобы выйти. И здесь, смотрите, что у нас, друзья. Камера повернется. О, нормально? Не хватило материала. Не хватило. И вот здесь тоже так, если приглядеться, все сделано не очень хорошо. И вот эти проблемные места, вот они, видите, вот цвет другой, это влага. И они со временем начнутся штукатуркой бухтеть и отвалятся. Здесь муха уже пошла расти. Вот такое качество современного жилья в Санкт-Петербурге. А вот здесь, видите, где зелененькая, это мох уже пошел. Красавчики. Лестничные марши. Обычные, привезенные из завода. Здесь закреплены на сварке, держатся за счет своего веса. Вот, кстати, ограждающая конструкция простая, но из нормальной трубы. Держатся крепко, смотрятся тоже нормально. Не считая того, что лестничные марши нужно было все отмыть. Здесь держится все на сварке, поэтому уже пошла ржавчина. Если бы они это закрепили бы все на анкерах, смотрелось бы намного красивее и не было бы никогда, не было бы ржавчины. Здесь обращаю внимание, что должен быть осветительный прибор. Его здесь нет, но здесь мы видим клеймы и оголенные провода. Давайте еще спустимся в этаж, посмотрим, что там. Ну, про большое количество грязи я, друзья, молчу. Не отмытые двери, не отмытые окна. Хотя бы, спасибо, есть нумерация, что ты на 22 этаже. А вот он как раз и светильник, который там должен быть. Ну, наверное, после сдачи украли. На сдачу он точно был. Так обычно отвечает гостроинадзор, когда я им пишу. Когда, вернее, мне написал про одного из застройщиков. Здесь обратите внимание, что плитка пошла вот такая большая трещина. Ну, возможно, это из-за некачественного ее монтажа. О, здесь тоже есть светильник. И вот такая, смотрите, видно, как хорошо на камеру протоптанная дорога строителями наверх и вниз. 19 этаж. Здесь просто открыты двери, нет никаких доводчиков. А, нет и есть. Он открыт, не знаю, кто это сделал. Застройщик, строитель или еще кто-то. Ну, вот здесь хотя бы табличечка есть. Вот, видите, вот так должно быть. Вот здесь хотя бы ровное расстояние. То есть вот когда вот это сможет, все должно быть ровно. А не так, как это сделано в других местах. Отсюда мы видим соседний подъезд и видим кровлю. Вот видите, где пальцем показывают. Вот сейчас, о, в середине экрана видно, что не хватает фасада у здания. Ну, это же кровля. Сюда никто не зайдет, ничего не увидит. И у меня еще вопрос вот к этому моменту. Обратите внимание, друзья, как здесь сделано примыкание. Почему вот такая большая разница? Где-то примыкает плотно, а где-то плотности этой вообще нет. Плиту вот так криво вырыли, вылили, извините. Или сделали фасад так криво, смонтировали. Почему это вот так все? Непонятно. Вопрос остается открытым. Спустился на 19 этаж и думал, может быть, здесь все лучше. Но обратите внимание на потолок. И здесь все, друзья, к сожалению, аналогично. Амурские волны почему-то это все не выдержало. Здесь мы видим какую-то дырку, наверное, для крыс. Они как раз чуть больше мышей, чтобы они прекрасно могли туда пролазить. Тут у нас все открыто. Счетчики. Ну, слушайте, ну здесь хотя бы более-менее. Не считая, что не хватает некоторых деталей. Вот она. Также давайте посмотрим, пока я жду лифт на 19 этаже. Вот смотрите, вот. Так, ПК при пожаре звонит на воде. Вот здесь табличку приклеили, а там не приклеили. И вот почему это так непонятно? Здесь зуммер. Работает, там не работает. Ну, понятно, да, что пожарные рукава их воруют, конечно же, все воруют. Вот, они просто стоят денег, и застройщики их, похоже, не хотят ставить. Вот здесь мы видим оповещатель, здесь мы видим еще какие-то блоки. Здравствуйте. А почему-то на другом этаже этого всего не было. И где выход? Где вот эта надпись? Она должна быть, но ее почему-то нет. Нет ее и здесь, нет ее и здесь. Здесь коробки не хватает на датчике. Вот он, друзья, 19 этаж. Здесь мы видим оголенные провода. Успели заштукатурить. Или это уже было, а там не успели сделать. И вот, обратите внимание, вот смотрите, крупным планом оголенные провода. Молодцы. Надежды были очень большие на застройщика, но вы сами все видите на своих экранах. Для того, чтобы на газонах росла трава, там должна быть земля. Здесь у нас вместо травы гравий. Так, в соответствии с проектом, видно у застройщика. Здесь, в детский клуб, перед тем, как зайти, нужно пройти кучу песка. А возможно, чтобы дети своими ведерками набрали песок и принесли в клуб. Может быть, песочница там. Приямок. Видна ржавчина. Куча мусора. Ух ты. Классно как. Вот, чтобы попасть, нужно сделать вот так. И начинаем идти вниз. Смотрите, друзья. Идем вниз, спускаемся. Это сданный дом. Что здесь видно? Утеплитель. Технониколь. Спускаемся ниже. Видим сетку. Видим то, что здесь они еще не успели залить стяжку. И вот вопрос. Но не могли же это они точно сломать и потом переделывать? Как вот это все принималось, если до сих пор ничего не сделано? И обращаю внимание, что здесь нигде, и даже вот здесь в углу я не вижу какую-нибудь ливневку. То есть, когда сюда попадает влага, а куда ей уходить некуда, она будет испаряться естественным путем. Молодцы. Пять баллов госстроенадзор. В лесу родилась елочка, и аквелон привез ее сюда. Ах, бедная, бедная елочка, как я тебя понимаю. На все, друзья, вот эти два дома я вижу одну детскую площадку. Ну, конечно же, ее хватит. Вот этих пару скамеек, одну качалочку, и одно гнездо для детей предостаточно. Больше и не нужно. Видите, это просто деньги застройщика. Спортивная площадка. И здесь, кстати, молодцы, аквелон, в отличие, к примеру, от того же сетла. Здесь нормальная конструкция. Это металл. Здесь тоже металл, а не сетка, которая постоянно ломается и отвальца. Вот за это им спасибо. Молодцы. И проектировщику кто это спроектировал. Подумал о людях. Проходим спортивную площадку. Здесь тоже немножко спорта. Здесь немножечко поиграть в теннис. Это прикольно. Паутинка, гамак, две качели. На все три дома. Шикарно. Других слов нет. Но вот здесь озеленением хоть что-то получше. Чуть больше кустов. Чуть больше деревьев. Но в итоге все равно это немножечко не то, что показывал нам застройщик. Остался у нас с вами. Мы были в двух домах. Теперь мы идем в третий дом. Здесь у нас тоже все открыто. Полагаю, пароль домофона аналогичен. Аналогичные приемки. Ну, да. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Заходим. О, здесь, видите, плиточки хватило. Там почему-то не хватило. Огромное количество почтовых разноцветных ящиков. Здесь у нас диспетчерская в комплексе. Это, друзья, колясочная. То есть вот. Вот это застройщик назвал колясочной и повесил вот такой значок. Здесь у нас нет ответственного за пожаротушение, нет никаких значков в нарушении норм пожарной безопасности. Но зато здесь есть один пожарный рукав и одна бутылка. А почему-то у пожарного рукава нет специальной подставки, которая положена по нормативу. Открываем здесь ящик и здесь есть. Вот это чудеса. Вот это чудеса. Вот здесь вы должны оставлять свои коляски, а вот он вход. И вот, знаете, вот я захожу и не понимаю, вот здесь диспетчерская, где лифтовой холта? Куда идти? Наверное, туда нужно идти. Правильно? Тут это что? Это на добрую память? Вот так людям оставили специально? Открываем дверь. Да, вот он лифтовой холл. Четыре лифта, два груза, пассажирский, один пассажирский. Что, поехали на последний этаж? Здесь, кроме неприятного запаха, все обшито ОСБ, никакого баннера, ну это же Аквилон, добро пожаловать домой, здесь такого вы не увидите в этих проектах, это копеечная для застройщика тема, но, блин, зачем делать кому-то хорошо, когда он уже получил деньги после получения разрешения на ввода в эксплуатацию. Здесь мы с вами видим аналогичный, о, Чесген 2, здесь мы видим Аквилон Скай, и этот грузопассажирский лифт расположен вот так, то есть в него неудобно затаскивать длинномерные предметы, крупногабаритные предметы, вы это, друзья, сами знаете, когда пользуетесь такими лифтами. О, приехали, выходим. 24 этаж. Друзья, что здесь случилось с потолком, кто-нибудь знает? Это вообще что такое в новом-то доме? И здесь дверь открыта, потому что она будет всегда открыта, неудобно открывать постоянно кучу этих дверей. Для чего это, вот честно, непонятно. Может быть, конечно, норматив, я просто не в курсе, но, блин, по мне вот это глупо сделать огромное количество таких дверей. Я понимаю, вот здесь дверь, там дверь, а вот здесь, смотрите, здесь все текло, вот это видно, протечка у застройщика была здесь и была здесь, то ли это вытекала здесь вода, то ли это с улицы текло, здесь уже достаточно ниже потолок. И здесь такое ощущение у меня складывается, что застройщик все старые плиты с потолка припер прямо сюда. Вот с такими дырками, по-другому это назначено. Смотрите, что там с электрикой, вообще трындец полный. Здесь что? Вот как так можно было строить и сдавать? Да, мне было бы, конечно, интересно походить с гостроинадзором, вообще посмотреть, что они смотрят, потому что я помню, когда я работал на стройке, это, правда, были какие там, получается, 2000-е годы, блин, там реально приходились гостроинадзоры, все боялись, они докапывались вообще до всего, даже до мусора, потому что его нет в проекте. А здесь почему-то все хорошо. Протечка, да, да, протечка есть в проекте. Соответственно, если текло отсюда, то текло из-под этих плит, вода попадает сюда при косом дождей и где-то что-то промокало. О, ведерко с водичкой. Это если вдруг, не дай бог, пожар. Вот, друзья, вот это то, что нам нужно. Смотрите, вот получается, вот эта дорога, которую сейчас начали расширять. Вот она, Русановская, и вот она идет туда. Вот Нева, Октябрьская набережная. И вот только там, в самом конце, где светофор, далеко-далеко-далеко, только там есть автобусное кольцо и маршрутки, с которыми, соответственно, можно куда-то уехать. Здесь все забито машинами вообще всегда. Газонов здесь нет, смотрите, потому что здесь их забили машины, просто все. Вот, здесь, здесь, везде, то есть для того, чтобы куда-то проехать, вот видите, вот такими панелями строительными белого и красного цвета выделили, потому что люди все забивают машинами, парковаться реально негде. С парковкой здесь реальная жесть. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру в жилом комплексе Aquilon Sky можно приобрести от застройщика от 5 миллионов 600 тысяч рублей в предчастовой отделке, а за чистовую отделку придется еще и доплатить. Я даже не знаю, что здесь лучше брать предчастовую делать самому, либо понадеяться на застройщика. А на вторичном рынке аналогичную квартиру можно приобрести от 5 миллионов рублей, что более чем на 600 тысяч дешевле, чем у застройщика. И этого еще не торговались. В жилом комплексе ЦДС Приневский однокомнатная квартира с чистовой отделкой стоит от 6 миллионов 300 тысяч рублей на сегодняшний день. Это, соответственно, больше, чем у Aquilon'а на 400-700 тысяч рублей. То есть такая приличная разница. И здесь, конечно, нужно выбирать, потому что, по мне, что Aquilon, что ЦДС, блин, вот все у них как-то не по-людски почему-то. Все вот как-то так. На А! Нормально. People's cover сами пусть доделывают. На вторичном рынке в ЦДС домах можно квартиру однокомнатную приобрести от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Представляете, какая разница. И это, друзья, ждет Aquilon Sky. Сейчас они пытаются продать за 5, за 5500, в зависимости от площади. Но когда у них никто не будет покупать, они будут снижать цены либо убирать свои квартиры с продаж. Напомню, что совсем недавно наш любимый Центробанк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 15% и уже стали ипотеку выдавать почти 17% годовых на вторичную недвижимость. Последний литер поднялся на самый-самый верх вот так и под ваши бурные аплодисменты. Жмите сердечки, друзья. Ну что, открыто здесь дверь или нет на кровле? Как считаете вы? Дараран, барабанная друппа, все открыто. Здесь тоже все открыто. И можно зайти и посмотреть, что здесь. Ну и здесь то же самое, что и в остальных домах. Вот видите, прямо на штукатурочку капает водичка. Течет все это вниз и вот как-то все это. Но видите, зато здесь аквилон смог сделать в отличие от других застройщиков, которые почему-то вот эту сетку не положили. Кроме отчетливого запаха мочи, здесь мы видим незачеканенную пену. Соответственно, через какое-то время ее просто превратится в порошок и не будет выполнять свою роль. 24 этаж, напомню. Очень хочется посмотреть, что же у застройщиков в подвале. Смотрите, качество. О-о-о-о! Качество от застройщика. Ее просто ее сюда прислонили. Ай да молодцы! Ай да аквилон! А вот и новая дверь. Все в ржавчине. Эта дверь даже реконструкции не поможет, потому что нужно ее демонтировать и ставить сюда новую. Смотрите, какая здесь красота! Ну, про вот эти суперручки я молчу. Хотя вот это держится-то получше, чем другие в этом же доме. А, в общем, смотрю, здесь устройство Делинка, вот это интернет. Смотрите, оно просто висит вот так. Как вы считаете, друзья, монтировщики интернета, это вообще правильно вот так делать? Так должно быть? кто здесь провайдер, напишите в комментариях, я отправлю это видео в компанию, пусть они разберутся, должно быть так или нет. первый лифт, который поехал на минус первый этаж. Что у нас здесь? Минус первый этаж. Здесь прохладно, а здесь мы видим, что когда штукатурили, заштукатурили провода и трубы, вот здесь малярный скотч оставили, клапан заштукатурили, все заштукатурили. Здесь почему-то отсутствует хоть какая-нибудь сетка, но зато вот видите, есть хабарики, это от сигарет, что ли, фантики, кто-то что-то ел. Заходим, это подвал, ничего себе. Слушайте, здесь сухо. Коробка под интернет, клапан открыт, а если я не ошибаюсь, он должен быть закрытым, да? Если я ошибаюсь, друзья, поправьте знатоки, здесь не хватает коробки сверху. зато пожарные рукава, и вот хоть один повесили бы указатель, куда идти, где кладовки. А, вот кладовочки, номер два. Об этом мы узнаем по скотчу малярным от строителей. Здесь у них такие роллставни, свет везде есть, сетка идет поверху. Неплохо так, в принципе. Только могли бы, знаете, хотя бы, ну, здесь видно, что какая-то влага была, это скорее еще струб, уже исправлено, ничего такого нет. А здесь даже нормальный бетон, и вот надо было просто его, знаете, хотя бы скрыть специальным составом по бетону, лаком по бетону. Смотрелось бы симпатичнее. Здесь штукатурили, кто-то решил это на память оставить. Молодцы. Оставлю свой след в чудесном скай. И вот, знаете, тут по мне странно, вот я метр семьдесят пять, друзья, и смотрите, вот получается сантиметров пятнадцать, и все. И здесь уже идут трубы. По мне это так не должно быть. Защитные колпачки не сняли, забыли. То есть чуть выше кто-то человек, и уже будет некомфортно. Здесь главное не заблудиться, потому что нигде нет указателей. Здесь мы видим влагу, это скорее всего капало с труб. Вот эту влагу видим, это я полагаю вот прямо вот видно вот оттуда текло. А вот здесь уже намного интереса. Смотрите, вот у нас как заходит электричество, вот так все красиво сделано, вот здесь плата торчит, тут слаботочки, оголенные провода, Aquilon Sky. окно открывается, друзья, вот смотрите, вот видите, влага собирается, набирается чуть больше, и соответственно куда течет, где есть какое-либо отверстие. Идем с вами дальше, вот знаете, я уже заходу, и не понимаешь, где ты был. Идем сюда, трубы на достаточно низком уровне, здесь вот почему-то все штукатурено, там не штукатурено. Вот здесь капало тоже скорее всего струб. Вот так у нас выход сделан у застройщика, смотрите, просто висит кнопочка, хотя бы не на скрутке, должна быть тут быть на выходе, но есть то, что есть. Идем с вами дальше, здесь большое количество влаги видно, кроме влаги здесь у нас мусор, вот он, здесь остатки от того, что они что-то демонтировали и не смогли убрать за собой, и тп жилой части закрыто, ну вот видно, вот здесь влага скорее всего оттуда текло, а здесь мы с вами можем видеть вот стяжка, и вот уже сетка ржавая, вот она, не понимаю, фу, господи, запах мочи, не понимаю, почему было бетончиком не подмазать, ну и вот понятно, что да, вот влага сама, она как раз скорее всего текла как раз вот отсюда, вот эти все места подтеки, видимо, то есть как-то вот отсюда аж прям сочилось, вон видите, вот, то здесь, конечно, это все протекает, к сожалению. Вот такой подвал в Аквилонской, и самое, конечно, непонятное для меня, почему здесь нет указателей, вот здесь, видите, тоже плитка, а тут дальше плитки нет, ну вот подвал подвалом, то есть, когда ты продаешь по мне места для хранения вещей, то уж будь добр это сделать красиво, почему некоторые застройщики могут это сделать, а большинство почему-то не могут, но здесь пока, друзья, влаги не видно, но вот само видно качество покрытия, то есть все сделано, знаете, такой тяп-ляп почему-то, почему непонятно, и здесь почему-то есть пожарные рукава, крышечку забыли поставить на место, зуммер не работает, вопросы, соответственно, к пожарной безопасности всех этих трех литеров, которые сдал застройщик, как бы не сказать, что, знаете, здесь внутри какой-то вообще кошмар-кошмар, но когда здесь кладовки, а не просто это подвал, то по мне нужно делать все более красиво, наверное, можно это так сказать, вот это у вас кладовки, а сверху у вас трубы, что-то длинное уже проблематично затащить, потому что всю высоту забирают трубы, не дай бог, если она прорвет, то все ваши вещи затопят, вот я к чему это веду, вот у меня, кстати, вопрос к вам, вы когда приобретали кладовки здесь, кто приобретал, напишите в комментариях, говорил вам застройщик, что вот так будут идти везде трубы, то есть они вот так идут, в общем, и вдоль, и поперек везде идут трубы, это, конечно, очень специфически, так, идем дальше, и здесь тоже вдалеке мы видим влагу, видим остатки какого-то линолеума, так, 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 да, вот обратите внимание, что здесь все в воде, друзья, туда даже страшно бляхомухой идти, чтобы током не ударило, вот то, что вот видите, вот он, временное электричество, вот оно, и вот оно куда-то идет, возможно, прямо ваш дом запитывает стройку, возможно, по центре кадра мы видим с вами провода висят, тоже непонятно, что же они тут делают в зданном-то доме, непонятно, так, коробка от провайдера, вот видите, здесь все открыто, хотя должно быть закрыто, все в пылище, в грязище, вот все оборудование вот так открыто, но по мне это непорядок, такого, честно говоря, не должно быть, ладно, раз прошли, рискуем дальше, ну вот смотрите, вот оно, вот оно электричество, это временное, вот она будка, обычное временное, да, и куда у нас это все пошло, господи, как тут глубоко-то стало, и вот, о, в электрощитовую, в электрощитовую, кабельная, ну блин, прикольно, электрощитовая, тут все в воде, а вот это, кстати, от интернета, а, это слаботочка, это пожарка, как раз, друзья, ваша пожарка, ну вот смотрите, чтобы быть не голословным, вон сколько тут воды, да, красота, водомерный узел, хозяйственно-питьевая, насосная написана, все было опломбировано, когда-то, закрыто сейчас, и вот по вот этому месту, видно, что оттуда шла влага, то есть там где-то что-то похоже, прорвало, и шло вот сюда, тут у нас видно кучу грязь, какие-то провода, бутылочки, ну вот, слушайте, ну, неприятно здесь находиться, потому что боишься, что головой ударишься в какие-то трубы, это раз, второй момент, должно быть все быть красиво, минимум, как на первом этаже, а не как в подвале, потому что, если это подвал, то это подвал, подвал, это неэксплуатируемая площадь, а так как здесь она эксплуатируемая, здесь у людей есть индивидуальные кладовки для хранения вещей, все должно быть сухо, и сделано красиво, чтобы можно было приятно заходить, здорово, что, к примеру, здесь сделано, видите, здесь два, три пассажирских, один грузопассажирский лифт, и все спускаются вот в подземную часть, в минус первый этаж, это, конечно, здорово, но, конечно, когда-то вот сюда, вот сами, друзья, оцените вот это все, посмотрите, как вам, но по мне нужно делать все это более красиво, чтобы было это уютно, чтобы не было ощущения подвала, то есть даже если закрыть глаза вот на это, вот так рукой, выходишь сюда так, па-бам, а что это у нас здесь такое, а это обычный подвал, все понятно, о, а вот смотрите, значит, здесь застройщики, я понимаю, когда выливал, ложанулся, и они это все сбивали, похоже, отбойным молотком, мы видим, что откусана арматура, арматура должна быть вся закрыта, минимальный слой, если не ошибаюсь, это мне память 25 миллиметров, ну, здесь все видно открыто, куда смотрел госстройнадзор, когда это принимал, вот мне, честно, непонятно, почему столько я вижу недостатков, нарушений, а их не видел ни застройщик, то есть, вы знаете, вот это отношение застройщика, то есть, ему получается просто плевать, лишь бы сдать и получить деньги с эскроу-счетов, и вот сейчас будет очень показательно, как только мы попадаем с вами в холл, то картина совсем другая, там все красиво, и уже намного находиться приятнее, вот смотрите, друзья, почему было там так не сделать, мне, честно говоря, непонятно, вы только представьте себе картину, когда вы приходите в автосалон, приобретаете автомобиль, заплатили там за него там 5-10 тысяч рублей, и он вам там 2-3 полгода идет, то же самое, как здесь со стройкой, то есть, вы заплатили по картинке, и вам строит дом, к примеру, вы выбрали там определенную модель, там комплектацию, вам привозят ее, а она выглядит совсем все по-другому, что вы будете делать, друзья, вот то-то же, вы будете очень сильно огорчены, а с недвижимостью аналогично, вы покупаете по картинкам, а в итоге сдали, вот так как сдали, ну и что, еще как сетует жилец на отношении застройщика, ну так сделайте сами, вам разве тяжело, нужна помощь с недвижимостью, не стесняемся, обращаемся, все мои контакты в описании к этому видео, друзья, рад был вас их видеть, обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал, и поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok